Сегодня в школах города начались каникулы. Часть березняковских работодателей отправили своих сотрудников домой работать дистанционно. А некоторые березняковцы и вовсе решили самоизолироваться, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Что же делать в ближайшие дни и даже недели, если вы решили остаться дома и без особой причины не покидать его? Расскажем далее. Популярный сейчас термин «самоизоляция» подразумевает, что вы остаетесь дома и максимально сокращаете контакты с внешним миром. А выходите на улицу лишь в крайнем случае. А значит, постоянно находитесь в одном и том же помещении. Чтобы не заскучать в четырех стенах, нужно найти себе занятие. В интернете немало способов, чем заняться в свободное время. Онлайн-магазины предлагают скидки на свои товары, онлайн-кинотеатры открывают бесплатный доступ. Но что делать, если все-таки хочется побывать вне дома? 20 музеев Пермского края приглашают всех желающих на свои онлайн-экскурсии. Ведь с 18 марта учреждения культуры в крае закрыты для посетителей. Очень удобно. Все ссылки есть на сайте правительства Пермского края. Адрес вы видите на экране. Итак, в столице края покажут свои виртуальные туры сразу три музея. Краеведческие, художественная галерея и музей политических репрессий Перм-36. Причем в художественной галереи для каждой из семи экспозиций своя экскурсия. Так интернет-зритель сможет выбрать, бродить ему по всему музею или только по конкретным понравившимся залам. А если в музеях Перми вы уже бывали, то онлайн-экскурсии – отличная возможность побывать и в других историко-культурных комплексах Прикамья. Виртуальные экскурсии проведут, например, в Горнозаводске, Суксуне, Кудымкаре, Соликамске, Губахе и других поселениях. Музей истории Пермского района, например, подготовил квест-игру из барусского крестьянина, где каждый сможет испытать на себе быт мужчины или женщины того времени. Конечно же, в ногу со временем идут и березники. Недавно нашему городу исполнилось 88 лет. На эту тему в музее Коновалова подготовили онлайн-экскурсию на примере акварельных работ пермского художника Трапезникова. Экскурсия уже доступна на сайте музея и в группе ВКонтакте. Формат, в принципе, для меня интересный. Он не сильно отличается от того, чем я занимаюсь в обычной своей трудовой деятельности. Да, я провожу экскурсии. Просто сейчас я общаюсь с березниковцами через видеокамеру. И это, наверное, будет лишний раз привлекать к нам посетителей и в нашу группу, и в дальнейшем в наш музей. Конечно, наши смотрители выполняют ежедневную уборку с специальными обеззараживающими препаратами, с хлоркой. Мы сами обрабатываем руки, конечно, нам выдали все дезинфицирующие средства. К слову, на одной виртуальной экскурсии о березняках музей Коновалова не остановился. Сейчас у них уже доступны два виртуальных тура по Строгановскому острожку и по самому музею. Но и это далеко не все. Каждый день руководство музея придумывает новые проекты для удаленного просмотра. В период карантина у нас будут проводиться онлайн-трансляции мастер-классов. Это связано и с плетением поясов. Они будут уже доступны на следующей неделе. На следующей неделе у нас начнутся консультации по истории нашего города и по истории УСОЛИ. Будут уже транслироваться экскурсии по залам нашего музея. А помогает в освоении новых технологий Березняковскому музею Министерства культуры России. Оно проводит онлайн-трансляции мастер-классов на тему, какие формы можно использовать в условиях карантина. Все учреждения культуры в регионе готовят свои онлайн-программы. Информация о них есть на страничках в социальных сетях и сайтах ведомств. Напоминаем, список доступных онлайн-экскурсий музеев при Камье можно найти на сайте правительства Пермского края. Кристина Придеина, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками.